Всем привет! Вы на канале Бородатый Мастер. Сегодня разговор пойдет про рулетку. Все ее уникальные возможности, все секреты, которые я знаю, которые я где-то увидел. В общем, я все соединю в кучу и предоставлю вам всю информацию, что я знаю. А теперь я поставлю легенький музончик и мы попрем. Давайте начинать! Сразу же поговорим о самых простых, которые были заложены заводом-изготовителем. Первое, это то, что подвижный зацеп. Много у кого возникали вопросы, почему он шевелится, видимо это брак или еще что-то. На самом деле это не брак, так было задумано. Это служит для того, чтобы производить более точные замеры этим инструментом. Сейчас я вам наглядно покажу. Подвижный зацеп был сделан для того, чтобы измерять предмет с захватом и от предмета. В случае, когда мы измеряем от предмета, наша нулевая точка встает в уровень с предметом. А когда мы измеряем с захватом предмета, наша нулевая отметка смещается на толщину нашего зацепа и встает в уровень нулевой отметки. Еще один секрет, который был заложен непосредственно заводом-производителем или изобретателем самой рулетки, это измерение углов. Согласитесь, что не всегда точно можно померить угол, неудобно или проем. Для этого мы можем это сделать с помощью корпуса самой рулетки, предварительно замерив ее. Либо же бывает, что на них написано размер корпуса. Еще раз хочу сказать, чтобы не писали всякую гарость в комментариях, что некоторые способы я посмотрел у других мастеров. И просто хочу с вами поделиться всей информацией, которой я овладел за всю свою жизнь. На нашем зацепе есть такая прорезь. Для чего же она служит? Эта прорезь служит для того, чтобы делать зацепы от каких-либо там саморезов. Также с помощью этого зацепа можно легко рисовать окружности. Для этого нужно прикрепить карандаш к рулетке абсолютно любым способом. В моем случае я сделаю это так. Я возьму дрель и просверлю карандаш просто насквозь. В общем, вот таким способом. После чего берем... Надо нам сделать окружность 15 см. Для этого берем, делаем отметку в 15 см. Цепляемся зацепом. Фиксируем рулетку. И погнали. Если вдруг не оказалось под руками карандаша, то легко обойтись без него. Для этого нужно просто взять, начертить линию рулеткой. Сейчас я все покажу. Теперь переходим к более серьезным и замысловатым способам и секретам нашей рулетки. С помощью рулетки можно поделить любое число на 2. Просто для того, чтобы это сделать, нужно переломить рулетку и подвести ее к тому числу, которое вы хотите поделить на 2. И на изгибе будет именно то число, которое будет равно половине того числа, которому выставили край. В нашем случае это 25. Друзья, хочу попросить вас подписаться на канал, поставить лайк, если вам уже понравилось видео, либо дизлайк. Это уже решать вам. Ну а я буду продолжать и покажу вам еще парочку секретов, которые я больше чем уверен, большинство из вас даже не догадывались об этом, что так можно сделать. Поехали дальше. Рулеткой вы можете поделить на любые равные части, любую плоскость, любой предмет, кто угодно. Как вы всегда поступали. Ну и я так всегда тоже поступал. Я измерял расстояние общее и начинал вычислять с помощью математических решений, как это все поделить на 3, на 4, на 5, на 6. А на самом деле все достаточно таки просто. К примеру, нам надо поделить вот это расстояние на 4 равные части. Для этого мы берем, выставляем здесь край на 0, а здесь мы доводим до кратного 4 числа. К примеру, это будет 40. У нас будет это 40. И теперь каждый десяток, это будет ровно та часть. Первая, вторая, третья, четвертая. 4 равных части по 7,2 см. Также с помощью рулетки можно сделать очень хорошие вычисления. Например, давайте представим, что вот это вот стена дома. Внутренняя. Это квартира, это комната, это стена. Здесь есть проем дверной, к примеру. И вот этот кусок стены. Например, нам нужно измерить... Есть у нас данные по всей стене. И знаем мы, сколько наш проем. И нет возможности измерить вот это расстояние. Для того, чтобы это сделать, мы знаем, что наша полностью вся стена 67 см. А проем наш будет 26. Для того, чтобы вычислить, сколько будет вот это расстояние, нам нужно взять рулетку и нулевую точку сравнять 67. 67 см. После этого надо найти расстояние дверного, грубо говоря, проема. Он у нас был 26. Смотрим напротив, какое число. 26. У нас там 41. Тот отрезок, который мы не смогли замерить, он будет 41 см. Конечно же, понятно, что это все можно сделать с помощью калькулятора, с помощью арифметических вычислений. Но когда у тебя вся рожа в грязище, руки в пылище, и ты не знаешь, где взять этот телефон, как его достать в какой-нибудь, я не знаю, в штукатурке, ты же не полезешь за телефоном. А рулетка тебе сможет всегда в этом помочь. Главное научиться пользоваться правильно, и все будет путем. Вот я вам и рассказал все секреты, которые я знаю про рулетку, про этот уникальный инструмент. И хотел бы от вас услышать, что вы знаете, какие я секреты не рассказал, может кто-то знает еще что-то. До скорой встречи в новом видео, где я буду делать новую самоделку. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok